Всем доброго времени суток! Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской метафизикой Бадзи «Четыре столпа судьбы человека» Фэншуй Цимей Дунзя. В сегодняшнем своём подкасте я бы хотела с вами поговорить вообще о Бадзи, о четырёх столпах судьбы человека, о том, что это такое, о чём нам могут рассказать наши четыре столпа судьбы, как вообще с этим мы работаем, для чего нам это знать. И в первую очередь вообще развеять мифы. Очень много мифов просто касаемо Бадзи существует. Я бы хотела эти мифы сегодня развенчать и пояснить, что это такое. Итак, в связи с тем, что я очень часто получаю такие своеобразные вопросы от клиентов, ну, конечно же, в силу того, что люди не совсем знакомы с этим, и им это непонятно, и они не знают, что это. Ну, в частности, вопросы бывают очень подробные. Я делаю вывод, что люди не совсем понимают, что это. То есть у многих существует понятие того, что астрология, китайская астрология — это какое-то гадание, либо это некое расписание жизни, и мы можем подробно узнать все детали, ну, фактически погадать на какое-то будущее с помощью китайской астрологии. Я сразу хочу вас разуверить в этом и развенчать ваш миф. Это не гадание, это не расписание жизни, это просто астрология. Астрология вся включает то, что мы можем посмотреть, конечно же, как могут развиваться события, уловить определенные тенденции, но это не расписание, это не гадание. Это анализ человеческой удачи. Человеческая удача, исходя из даты его рождения, исходя из тех данных, которые у нас есть, исходя из периодов удачи, исходя из концепции именно карты человека, которого я, допустим, анализирую. Итак, что такое вообще Бадзе? Человек родился, допустим, родился мальчик Ваня в городе Москва. Вот он родился, этот мальчик Ваня, растет он в хорошей благополучной семье, живет, родители его развивают, родители его вводят на разные кружки, отдали его в хорошую школу, он подрос. Затем Ваня поступает в МГУ, прекрасно заканчивает этот МГУ, великолепно с отличием, диплом у него с отличием, устраивается на престижную хорошую работу и живет в Москве, живет очень хорошо, он очень хорошо зарабатывает, большие деньги даже по уровню москвичей, и все у него прекрасно. Если мы заглянем в Бадзе, допустим, этого мальчика Вани, то мы можем посмотреть, что у мальчика Вани в свое время от даты рождения был потенциал определенно заложен. Допустим, у него все в карте хорошо, все у него там замечательно, и выходит, что судьба его тоже протекает достаточно гладко, без каких-то острых углов, без каких-то глобальных проблем, и все у него замечательно. Далее, рождается в племени Тумба-Юмба, Чунга-Чанга, где-нибудь в Африке, также мальчик в это же время, в этот же час, в этот же день, допустим, в этот же год. Рождается такой же мальчик, но только негритенок. Зовут его, к примеру, Чат, как озеро Чат, назовем его. Этот мальчик также рождается, рождается с таким же большим потенциалом, исходя из его карты, все у него замечательно у этого мальчика, но на уровне именно того места, где он проживает, он успешно умеет метать копье, добывать рыбу из реки, он успешно занимается собирательством, лазит на пальмы, сшивает кокосы, скидывает их, дружит с ребятами во дворе, его уважают старшие, старейшины, именно племени. И затем этот мальчик учится, растет, он очень хорошо физически развит, и он становится вождем племени. Но он же тоже хорошо живет, он успешен, если так вот разобраться, он успешен только на своем уровне, в том месте, где он родился, где он остался. Так вот, я вам хочу пояснить. То есть, пожалуйста, эти два мальчика родились в один день, в один час, но только в разных местах. Так вот, что такое Бадзе? Бадзе, именно наши четыре столпа судьбы, это 30% удачи человека. Это 30% небесной удачи того, что вам заложено небесами, то, что вам дали небеса, когда вы родились. Это программа, которую вы будете выполнять и которой вы будете следовать. Вы сами того не зная, зачастую люди на самом деле, интуитивно сами того не зная, идут и живут с этой программой, они ее реализуют. И они сами не понимают, почему они это делают. Просто это на уровне рефлекса, на уровне интуиции люди это делают. То же самое касаемо, допустим, ребенка, который хочет учиться, и учится, и успешно учится. Он это может делать на уровне рефлекса. Один ребенок может учиться на уровне рефлекса, ему это интересно, потому что он так родился. У другого же, наоборот, может отсутствовать всякое желание к этому. И тоже это все предопределено и предопределяется именно по дате рождения. Так вот, Бадзе это именно 30%. Еще плюс 30% удачи это фэншуй пространства, это фэншуй того места, где мы родились, где мы живем, как у нас стоит кровать, куда мы головой спим, в какую сторону. Это очень важно тоже. Просто люди очень часто думают, что это какая-то ерунда, хи-хи-ха-ха. Все смеются над этим. Но это тоже очень важно, архиважно, потому что существует магнитное склонение планеты, магнитное склонение Земли. Существует наш организм каждого человека, наше именно физическое тело, которое также состоит из элементов, из пяти элементов. У кого-то чего-то больше, у кого-то чего-то меньше. То есть мы несем эти элементы, и мы реагируем именно на магнитное склонение. То есть куда изголовьем мы спим, это также очень важно. И в какой стороне света мы живем. Даже для животных это важно. То есть игнорировать касаемо людей, это просто очень-очень глупо, недальновидно. Так вот, у нас существует 30% именно небесной удачи. Это наша дата рождения. 30% фэншуя пространства от нашего окружения, кем мы себя окружаем, какими людьми, в каком месте мы живем, в каком городе, в какой стране, в частности. Какие настроения именно в социуме, социально, какая идет волна энергетика, биоэнергетика, именно пространство. То есть это ци-пространство, это также играет роль. И плюс еще 40% это наши личные действия, наши какие-то навыки, то, что мы в себе развиваем, как мы себя ведем, как мы общаемся, какие мы культивируем в себе привычки. Как говорится, один поступок рождает привычку, привычка затем, я дословно не помню, но я помню, что затем привычка рождает характер, а характер рождает судьбу. То есть это правда, с этим не поспоришь. Но опять же, эти 40% очень-очень зависимы от предыдущих 30, еще плюс 30. Но в целом вот именно такая составляющая, то есть еще раз повторюсь, 30% дата рождения, небесная удача человека, плюс еще 30% это фэншуи пространства. И плюс еще 40% это мы сами, как мы себя именно работаем со своим сознанием, что мы делаем. То есть все вместе это составляет 100% человеческой удачи человека. Но я сразу хочу оговориться, еще раз и уточниться на том, что наши 40% зависят также от первых 30, от того, что есть. Потому что человек сам все равно делает то, что у него заложено, именно дата рождения. Он именно совершает те действия, которые у него заложены, потому что он ориентируется на ту картину, которая заложена именно в его дату рождения. Ну, давайте опять же вернемся к нашим мальчикам, да, к негритянскому, африканскому и к российскому мальчику Ване. Вот на таком примере можно очень ярко понять, то есть 30% у них было одинаковых у этих мальчиков, и у одного, и у второго. Они должны были быть успешными. Карта у них неплохая. Они родились, допустим, в одну дату, и у них все должно быть более или менее успешно. Но один родился в Африке, в племени, да, все равно в плане какой-то цивилизации это племя отстает, конечно же, от современного общества и социума. А второй родился в Москве. Так вот, именно касаемо того места, где они родились, они оба успешные. Но, конечно же, учитывая пространство и место, где они живут, они находятся на разных полюсах и на разных орбитах. Поэтому это нам тоже не стоит игнорировать, когда мы анализируем в том числе карту. Поэтому, допустим, если человек обращается за консультацией, и я анализирую карту человека, который живет где-то в деревне или в поселке, да, там, деревенского типа или городского типа, и человека, который живет где-то в другой стране, за рубежом, в частности, не россиянина, то, конечно же, их доходы будут разными. И если, допустим, я получаю вопрос, ну вот такая-то звезда есть у человека, ну вот какие это деньги, какой это потенциал денег у него, вот как он может жить, пожалуйста, ориентируйтесь на то и не забывайте на то место, где человек находится. То есть бывают люди, да, даже и раньше такое бывало очень часто, то есть он в деревне лучший мужик, лучше всех работает, у него жена всех красивее, у них дом всех лучше, дома все лучше, и денежки у него водятся, он там кулак, ну, грубо говоря, он хорошо работает. Таких, кстати, раскулачивали потом. То есть тоже, то есть человек рождался с хорошей звездой, с хорошей картой, и относительно того места, где он, конечно же, жил, он был лучше всех, и он был именно там успешен. Относительно тех людей он был успешен, он был лучше. Именно поэтому, конечно же, пространство, и если вы перемещаетесь в пространстве и приезжаете в более лучшие места для проживания с большими возможностями, то и удачу вы свою повышаете. Ну, по этому поводу также я бы хотела сказать то, что вопрос часто так же получаю, что ну а вот как, если я родился, вот у меня вот так вот все плохо, и периоды у меня не очень удачны по карте, то все вот как, теперь так и жить. Очень четко про это говорит и рассказывает в своей книге мой учитель Кэллин Яп, мастер именно в Сэмэй Донзя. Он очень понятно и доступно объясняет то, что вообще ключевая идея именно наших всех стараний касаемо использования астрологии китайской метафизики заключается в том, что вот допустим мы родились, у нас есть определенный набор удачи, да, то есть у нас есть удача, определенное количество удачи, допустим у нас удача плохая, с которой мы родились. Если мы не прикладываем никаких усилий, то все идет так серенько, очень плохонько, вообще никак можно сказать, то есть как будет, так и будет, да. Но если человек прикладывает усилия, максимально возможные усилия и что-то делает, то его удача, конечно же, выравнивается и повышается, то есть мы дополняем свои 100% удачи именно своими позитивными действиями и в ключе можем поменять ситуацию, то есть выровнять ее. То есть если удача была, к примеру, на процентах, да, 40% или совсем, да, плохо там, и мы добавили, допустим, 20% хотя бы своими действиями, то, конечно же, мы все поменяем к лучшему. То есть это подобно, знаете, тому, как когда-то лягушка попала, одна, две лягушки попали в кувшин с молоком, одна расстроилась и утонула, захлебнулась в этом молоке и не смогла выжить, да, а другая начала лапками активно работать, плыть, пытаться выплывать, она барахталась, барахталась лапками своими, шевелила, шевелила, двигала, двигала активно, и в итоге она сбила это молочко в сметанку и вылезла из этого кувшина, выбралась. То есть то же самое касаемо человеческой удачи и именно Бадзе, то есть как мы можем это использовать. Но я также хочу еще раз привести пример, я все стараюсь всегда пояснять на примерах людям, чтобы было понятнее. Ну, пример такой, допустим, человек рождается, живет, живет так себе, да, как-то живет плохонько, скажем так, решил обратиться за консультацией, решил посмотреть, что у него там, решил обратиться именно, заглянуть в свои Бадзе, пусть это даже не консультация, просто решил использовать китайскую метафизику и посмотреть, что у него там в Бадзе. И он узнает, что он, допустим, интуитивно, интуитивно выбрал не ту сферу в плане работы. Допустим, ему категорически противопоказано заниматься чем-то, связанным с огнем, а он всю жизнь вот его вот в этот огонь именно тянуло. И сферу бы лучше было поменять, допустим, и благоприятнее вода. И он уходит в воду, как говорится. Не под воду, а в воду. Занимается именно каким-то видом деятельности, связанным с водой. Либо, очень часто, я, конечно же, все понимаю, это идеалы, да, что вот раз человек взял и поменял работу, не всегда все так просто. У всех уже обычно все очень, мы все взрослые люди, да, все стабильно, все как-то вот как есть, так и есть. Очень сложно делать какие-то перемены, в частности, смена работы, это не так все просто. Поэтому очень часто работает именно хобби. Человек берет и находит себе хобби, которое ему было бы благоприятно и полезно, допустим, связанное с водой, чтобы как-то выровнять и сбалансировать свою карту, чтобы события протекали более гладко и мягко, чтобы удача к нему пришла. И судьба его начинает меняться в лучшую сторону. Это может казаться сказкой, может казаться чудом, но вот бадзи — это как раз именно то. То есть анализ строится на системе усин, системе пяти элементов. Мы анализируем именно пять элементов в карте судьбы человека. Все мы состоим из элементов. То есть у нас есть вода, есть дерево, есть огонь, есть земля, есть металл. Все эти элементы взаимодействуют друг с другом. И на самом деле весь мир состоит из этого. То есть когда мы окунаемся именно в этот чудесный мир бадзи, мы во многом можем видеть эти вещи, эти проявления. Это очень интересно, это на самом деле очень чётко просматривается. И то же самое каждый человек состоит из определённых элементов. Не у всех есть все пять элементов в карте. То есть очень часто какой-то элемент бывает даже отсутствует, либо находится в угнетенном состоянии в карте. То есть всё это анализируется. Но для идеала и для того, чтобы жизнь человека протекала хорошо и удачно, нам необходимо, чтобы в карте были элементы как минимум сбалансированы. И тогда жизнь человека протекает более или менее благоприятно, он добивается успехов, у него всё хорошо. Если ему периоды удачи помогают, то он даже не задумывается о таких вещах, как какой-то анализ, какая-то китайская метафизика, ему это не нужно. У него и так всё хорошо идёт. Очень часто такое бывает, когда человек в удаче родился с хорошей картой, у него хороший потенциал, он его реализует и идёт. Но бывает очень часто, что, конечно же, не у всех всё так удачно, и необходимо немножечко что-то подрихтовывать, помогать себе. Вот именно на благо этого и служит китайская метафизика, китайская астрология. Большой плюс и отличие именно китайской астрологии от западной в том, что мы можем балансировать свою судьбу и помогать себе, добавляя именно наши полезные элементы. В западной астрологии вам просто сделают анализ, конечно же, вам всё поясняют, но вам не скажут, как вам лучше действовать, что нам лучше, допустим, нивелировать, что убрать из своей жизни, как-то стараться минимизировать, а что наоборот дополнить. А китайская же астрология, как раз её чудо заключается в том, что настолько всё это мудро продумано, что мы можем, конечно, помогать себе, именно зная, что нам дополнять и что нам убирать, и как нам себе помочь, тем самым сбалансируя нашу карту судьбы. То есть вот в этом заключается отличие и большой плюс именно китайской астрологии, почему я занимаюсь именно ею, почему меня так увлекло это, почему я влюблена по-другому в Бадзи. Я не стесняясь этого говорю, что я влюблена в Бадзи, и как только я в это погрузилась, я не живу ни одного дня не анализируя Бадзи, именно потому что это, конечно же, чудесные знания по-другому. Это просто чудо, которое мы можем на благо себя использовать и балансировать свою судьбу и жизнь. Вот такой вот у меня получился подкаст. Я надеюсь, что я некоторые моменты хотя бы раскрыла и пояснила вам. Очень жду ваши вопросы. Вопросы я принимаю в WeChat, на свой аккаунт. Также в ближайшее время планируется сделать группу для того, чтобы вы могли размещать вопросы, либо мы можем общаться посредством почты электронной. Но в частности можно задавать мне вопросы в WeChat, на мой аккаунт подключаться, добавляться. Меня зовут Высоцкая Дарья. Рада буду быть вам полезной. Рада буду ответить на все интересующие вопросы. И желаю вам всего самого доброго. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова